В очереди пенсионеры, некоторые с внуками. Практически все пришли, чтобы получить талоны на льготный проезд. Вообще очень нехорошо сделано. Один раз приехали в четверг. Кто успел, то там 150 человек было, понимаете. А сейчас вот сюда. А мы ездим по Чештальчу очень часто. То в больницу, то в детям. Ну, знаете, конечно, хотелось бы желать бы. Вот сколько мы уже пришли, наверное, уже час здесь. Мы еще не восьмидим еще на этом месте. Там полно было все забито. Вы знаете, есть еще тенденция такая. У нас люди, когда приходят на прием, у нас есть фиксированное время приема. И даже если прием назначен 12, некоторые бабушки по-старому приходят к 8. Мы начинаем рабочий день с 9 утра, но в 8 утра люди уже хотят попасть на прием. Это тоже частично может объясниться тем, что люди говорят о том, что очередь долго движется. Как пояснили в управлении соцзащиты, готовить документы помогают два специалиста. А напчане же считают, что причина долгого ожидания – как раз-таки усложнение самой процедуры. Вот мне 80 лет, я сижу под дверью за талонами. Я не знаю, что они собрали вот это столько людей. Какие-то бумажки, какие-то это... Что вот это за бумажки? Мы довольно были, когда приезжали. Раньше паспорт подашь? Все в компьютерах есть. Зачем заполнить эти бумажки? Ладно, придумали бумажки. А зачем по 30 талонов, а потом через полгода опять приезжать? Бюрократы сидят еще не... В прошлом году не было ограничений по уровню пенсии, которую получает человек. В этом году эти ограничения введены. И в связи с этим и создаются в основном проблемы, потому что для того, чтобы выдать человеку проездные билеты, мы должны посмотреть действительно пенсионную базу, и действительно ли его пенсия составляет тот уровень, чтобы он имел право получить талоны. По данным Управления соцзащиты, всего с начала года льготные проездные документы получили порядка 12 тысяч анапчан. Сколько еще человек предстоит принять, в ведомстве сказать не берутся, так как льгота выдается по заявлению. Вместе с тем проблема очередей не исчезнет сама собой. Видимо, еще предстоит создать алгоритм, а также сделать выездные приемы для выдачи льготных проездных документов в сельские округа регулярными.